И начнём вот с чего. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и органов местного самоуправления отчитались в проделанной работе за минувшую неделю. В начале совещания с докладом выступил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. По его словам, на минувшей неделе более тысячи граждан обратились за помощью в правоохранительные органы. 49 заявлений стали причиной возбуждения уголовных дел. И только четыре из них пока остаются нераскрытыми. Личный состав всю неделю работал в усиленном варианте несения службы. В связи с выборами президента Российской Федерации было задействовано более 800 человек. Кроме этого резерв. Таких громких происшествий в районе не допущено. В день выборов в усиленном режиме работали и представители МЧС. В местах для голосования присутствовали сотрудники Федеральной противопожарной службы, а также территориального управления Мособлпошспас. Между тем, на минувшую неделю люберецкие спасатели ликвидировали семь пожаров. 13 марта произошел пожар. Город Люберц, улица 8 марта, дом 47. Происходило горение на втором этаже и на кровле. В ходе тушения пожара на втором этаже в нежилой части здания были обнаружены трупы трех мужчин, личность которых устанавливается. Далее на оперативном совещании рассказали о работе люберецких коммунальных служб. На прошлой неделе порядка 800 фасадовых крыш было очищено от снега и наледи. В настоящее время ведется мониторинг состояния кровель. По мере необходимости их также избавляют от сосулек. Кроме того, в городском округе продолжается ремонт подъездов. По состоянию на 20.03 выполнена работа в 23-х квартирных домах, отремонтировано 80 подъездов, что составляет 6% от общего объема. Также ведутся работы по ремонту подъезда в 25-ти квартирных домах, в работе 57 подъездов. Традиционно на оперативном совещании выслушали, какие работы проводились по уборке и ремонту люберецких дорог, а также по благоустройству территорий. По словам сотрудников администрации, особое внимание в округе уделяется уборке детских, игровых и спортивных площадок. За период с 12 по 15 марта 2018 года сотрудниками территориального отдела госотехнадзора Московской области по городскому округу Люберц вынесено 69 постановлений на общую сумму 1 миллион 452 тысячи рублей за недлежащее состояние содержания территории. Завершилась встреча под ведением итогов прошедших выборов президента. По количеству жителей, которые выполнили свой гражданский долг и посетили в этот день избирательные участки, Люберецкий округ занял второе место в столичном регионе. Владимир Ужицкий напомнил, что в сентябре этого года предстоит еще одно не менее важное событие – выборы губернатора Московской области. Луиза Егязарян, Никита Скраган, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.